Привет всем! Сегодня продолжаем нашу рубрику «Толковый словарь буддизма» и поговорим про, наверное, одно из самых-самых-самых-самых важных вещей в буддизме, и это нирвана. Не та, что с Кутом Кобейном. Итак, что такое нирвана? Проще всего нирвану характеризовать как выход из самсары и, соответственно, самую высокую цель в буддизме, то есть мы все туда стремимся, именно в нирвану. Но что такое нирвана? Если посмотреть на само слово, на его значение, то оно знает что-то вроде исчезновения или скорее даже иссякания, и очень часто сравнивается с тем, как свеча перестаёт гореть, то есть затухание свечи, или даже её задувание. Именно из-за этого, кстати, где-то в конце XIX века распространилось мнение, и оно кое-где встречается до сих пор, что конечная цель буддизма – это окончательная и бесповоротная смерть без перерождений. Но это не совсем так, вернее, даже очень не так. Это становится понятно, если хорошо, вдумчиво читать сутры и вообще смотреть на всю философию буддизма. Потому что начнём с того, что сама самсара предполагает, что личность человека переходит из одной в другую, то есть вот ты умираешь как личность, рождаешься как какая-то другая личность и так далее, и тому подобное, и тому подобное. Ничего постоянного вот такого, что однозначно будет на протяжении вообще всех этих личностей, ну, как бы сказать, трудно нащупать. Это непрерывный процесс. И буддизм не поддерживает идею бессмертной души. Поэтому сама идея о том, что вот что-то такое возьмёт и умрёт, довольно странно. Нет, не умрёт. С другой стороны, опять же, в нирвану можно войти прямо в своём собственном теле, ещё какое-то время в ней существовать, как, собственно, произошло с Буддой. Да, это называется нирвана с остатком, то есть это не полная нирвана. В полную нирвану ты входишь, когда освобождаешься уже и вот от этого тела тоже. Но, тем не менее, если Будда какое-то время существовал в таком состоянии, значит прекращение существования нирвана не предполагает. Ну, окей, она не предполагает исчезновение существования, но об исчезновении, иссякании чего идёт речь? Как правило, это понимается так, что исчезают страдания, а также всё, что их питает, всё, что их нам обеспечивает. То есть нирвана – это исчезновение, иссякание страданий, окончание вот этой бесконечной цепочки перерождений. А вот что дальше? Сложный вопрос. Будда не очень любил говорить о том, что из себя представляет нирвана. И предполагается, что он не любил об этом говорить, потому что это очень сложно объяснить. Да, конечно, он знал, что это такое, но объяснить это так, чтобы люди поняли и чтобы их не ввести в заблуждение, было крайне сложно. Поэтому в буддизме нет однозначного мнения насчёт того, что же это такое. И в данном случае это вполне оправдано. Мы не можем себе представить, что такое нирвана, потому что это переход на какой-то абсолютно другой уровень существования. Тем не менее, мы можем сказать однозначно, что нирвана – это очень хорошо. В современной буддистской мысли нирвана понимается очень по-разному, в зависимости от разных школ, в зависимости от разных представлений. Она может пониматься и как покой, тотальный, абсолютный покой, может пониматься как абсолютная свобода от всего вообще. Или мне наиболее близка такая трактовка, что это отсутствие всяких неприятных ощущений и эмоций. Ну как, страдание исчезает, исчезает также там зависть, фрустрация, страх, ненависть, всё это просто исчезает. Но в то же самое время остаётся, например, сочувствие к окружающим тебя существам и вообще ко всем существам, которые есть на белом свете, сострадание. Остаётся полное высшее знание. И что ещё важно, остаётся некоторая форма осознанности. То есть нирвана — это на самом деле скорее осознанное состояние. Почему мне нравится такая трактовка? Потому что, мне кажется, она очень хорошо сочетается с сутрами. Потому что вот если посмотреть на сутры, то Будды имеют всё это, а вот Будды, которых нет, в сутрах не попадаются почему-то. Но в любом случае, в разных школах вам встретится очень разное представление о том, что есть нирвана. И один из самых главных вопросов касаемо нирваны — это как она соотносится с сансарой. В Тараваде принято рассматривать их скорее как такие два противоположных понятия, то есть полные противоположности. Вот есть сансара, а есть нирвана. И, соответственно, они разделены в представлении. Если я что-то путаю, пожалуйста, дорогие представители Таравады, поправьте меня. А вот в Махаяне существует немножко другое представление, согласно которому сансара и нирвана не так уж далеки друг от друга, а сансара является скорее некой искажённой формой реальности. То есть мы вроде как существуем в нирване, но мы её видим как-то совсем по-другому, и получается наша сансара. Вот если мы от неё освободимся, если мы освободимся от этой иллюзии, то, может быть, мы сразу будем существовать нирване. И, опять же, мне это кажется достаточно логичным, потому что, ну, те, кто достигает нирваны в своём теле, они же как-то существуют в нашем мире, и ничего. То есть получается, что, возможно, оно так и выглядит. Ну, это очень-очень кратенькое описание того понятия нирвана, которое сейчас существует. Если у вас есть чем дополнить, если у вас есть что-то ещё, что вы хотите по этому поводу сказать, или спросить, пожалуйста, в комментарии. Всегда с большим удовольствием обсуждаю любой концепт. Ну что, спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...